Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наша рубрика Усадьба для души. Наш садовый ежедневник продолжает свое движение к вашим сердцам и в очередной раз пытаюсь агитировать вас для посадки тех или иных растений, поскольку считаются целесообразным, интересным и попытаюсь и вас убедить в том, что эти растения должны появиться в вашем саду. Сегодня у нас разговор пойдет о краснике. Те, кто живет на Дальнем Востоке, на Сахалине, те прекрасно знают, что это за растение, оно в особой рекламе там не нуждается. Но далеко не все у нас живут в тех местах и, быть может, о краснике не слышали ничего. Прежде всего преимущество этого растения заключается в том, что оно является плодовым растением, но к этому мы еще вернемся. Во-вторых, в саду у нас обычно мы нуждаемся в различных растениях для наших садовых композициях. И вопрос почвопокровных растений стоит достаточно остро. Красника в этом смысле два в одном. Мало того, что она дает достаточно витаминные плоды, так она еще может создать тот замечательный почвопокровный ковер, который прекрасно подбивает наши растения, является растением низшего яруса, который создает коврик вокруг более рослых растений. Поэтому его можно очень прекрасно использовать. Ну а теперь потихонечку начнем разбираться, как всегда начнем от печки, то есть как выглядит это растение. Или я уже вам сказала, что оно почвопокровное, то выглядит оно соответственным образом. Если вы видели краснику в природе, вы видите от этого растения всего незначительную часть. На поверхности земли поднимаются веточки, покрытые достаточно интересными кожистыми зелеными листьями. Листья эти подбиты достаточно крупными ярко-красными ягодами, то есть это выглядит достаточно нарядно, это совершенно очевидно. Но под землей находится то, что является истинным растением. Ползучие побеги, которые распространяются вокруг себя. Каждый из этих побегов, находясь в земле, имеет свой дополнительный корешок. Тем самым растение продвигается, захватывая все больше и больше участки вокруг себя, давая потомство. И соответственно, это его естественный способ размножения в природе. Дорогие мои друзья, по поводу его декоративных свойств я вам сказала, растение достаточно структурное. На вашем какой-нибудь альпийской горке или в затененном месте, которое она предпочитает для произрастания, она будет выглядеть достаточно интересно. Ну а теперь поближе познакомимся с этим растением. Для того, чтобы вы выращивали краснику в саду, вы должны знать ее природные пожелания и что бы она хотела получить. Помните, пожалуйста, что красника относится к семейству брусничных. Наверняка с этими растениями вы имели какое-то, в общем-то, знакомство. Брусника растет в диком виде достаточных местах России, так что вполне возможно вы ее видели в природе. То же самое клюква, которая относится к семейству брусничных. Так что наша красника тоже к ним относится. Поэтому свойства корневой системы всех брусничных одинаковы. Корешки у нее достаточно тонкие и так называемые войлокообразные. То есть они обильные, тоненькие, собственно говоря, как таковая корневая система, единая, не существует. Каждый побег, находясь под землей, напоминаю, завязывает свой корешок. Поэтому кажется, что эти корешки достаточно изобильны. Но они малосильны и на большую глубину идти не могут. Поэтому своими корнями красника может освоить глубину всего в районе 20, от силы 25 сантиметров. Поэтому если вы хотите ее выращивать, то первое, о чем вы должны помнить, что она растет в поверхностном слое вашей земли. А соответственно, дорогие мои друзья, ей нужно хорошо обрабатывать почву, прежде чем ее посадить. Невозможно молчать о кислотности почвы. Многие садоводы, которые имеют дело с царфянниками, то есть получают их в обработку, не знают бедные, что туда и посадить. Так вот, семейство брусничных максимально предусмотрено и даже жаждет повышенной кислотности почвы. Они необыкновенно образом на этом удаются. На нейтральных и щелочных почвах красника фактически умирает, не имея шансов на то, чтобы выжить. Итак, если вы даже затеетесь ее сажать на таких почвах, помните, что вам придется место, где вы ее будете сажать, подменить на торф. И только тогда можете спать спокойно, поскольку ваше растение получит то, чего хочет. Но если вы собираетесь закладывать целую плантацию в своей краснике, то вам придется на достаточно серьезном участке снимать слой плодородной почвы, заменяя его толщиной 30 сантиметров минимум на торф, содержащий почву. Это очень важно. Без этого агротехника этого растения практически невозможна. Красника живет ежегодно по заведенному один раз правилу. Как и все многолетники, она просыпается в начале мая. И ее просыпание выглядит, как появление 5-6 ярко-зеленых листиков, которые начинают явно набирать свой размер и выглядят достаточно интересно, дают такую сочную свежую зелень, тогда, когда ее уже хочется видеть. Через месяц появляются колокольчатые бледно-розовые цветы, которые собраны в такой щитковой соцветия. Ну, а потом со временем соцветия превращаются в ярко-красные ягоды. Эти ягоды, как у всех брусничных, имеют необыкновенное полезное свойство. Отдельно краснику никто не изучал за ее лекарственные свойства, поэтому фантазировать не буду. Но она ничем не отличается от своих ближайших родственников, то есть брусники и клюквы. Поэтому в данном случае обсуждению не подлежит. Ягода достаточно полезная. Единственный недостаток у этой ягоды, что она имеет резкий и специфический запах. В результате, там, где ее собирают естественным и диким способом, она получила еще одно свое название, не очень благозвучное, то бишь клоповник. Клоповник за тот именно яркий и достаточно деткий, мощный, специфический вкус. Но кто сказал, дорогие мои друзья, что все полезное должно и хорошо пахнуть. Кому-то этот вкус нравится, кому-то нет. Но местные жители, они мне не дадут соврать, красника не пренебрегают, поскольку прекрасно понимают, что в природе мало чего недостойного, чтобы следовало бы избегать, пусть даже из-за такого запаха. Поэтому красника повсеместно используется в кулинарии. В чистом виде, конечно, из нее варенье не варят, поскольку, поверьте мне, это действительно будет варенье на любителя. Но очень часто добавляют ее, как спутник для кондитерских изделий из яблок, для желе из крыжовника, для совокупности соков из красной и белой смородины. И в небольшом количестве ее можно, конечно, добавлять и в компоты, и прочее, прочее, прочее. Поэтому у сердца с ней, конечно, я вам не посоветую, но как вариант сдабривания и добавления вкуса это вполне возможно. Промышленность там, где она действительно произрастает в промышленных масштабах, выпускает специальные напитки по типу морса. Поэтому в данном случае ко всему можно привыкнуть. Собственно говоря, у всех брусничных есть специфические вкусы, которые многими не приветствуются, но уже мы ко многому претерпелись. Ведь и у клюквы есть дополнительные спецзапахи, которые не все воспринимают. Но однако уже к клюкве все привыкли и употребляют ее пищу. Так что, дорогие мои друзья, если вы не приемлете, например, совершенно ее запаха и не хотите ее использовать с точки зрения питания, что я уже считаю неправильным, ну хотя бы заведите ее для декоративных свойств. Осенью это растение выглядит особенно изумительно. Как только день укорачивается и воздух начинается быть более холодным, и яркая, сочная зелень перекрашивается в необыкновенного оттенка розовый, потом переходящий в багрянец цвет. Зрелище необыкновенное, особенно если перед вами заросли этого растения. Но это просто фантастическое явление, как будто этот куст зацвел, какие-то переливаются, привлекают взгляд необыкновенно. Даже с этой точки зрения краснику надо заводить, потому что, поверьте мне, в саду должно быть и не только вкусно, но и эстетично. В данном случае это растение уже себя зарекомендовало и не единожды, как прекрасный материал почвопокровный для вашей композиции. Что касается морозостойкости этого растения, где его можно заводить и где рассчитывать на его урожай. Практически его морозостойкость выше всяких похвал. Почему? Потому что зимой она находится под снегом. Достаточно слой 10 сантиметров снежного покрова, и ваши красники не страшны никакие морозы. Для нее страшны другие варианты. Бывает такая история, что осенью берутся очень сильные мощные заморозки. Эти заморозки серьезно могут повредить растению, поскольку оно ничем совершенно не прикрыто. Само оно не погибнет, но это скажется на урожай получения ягод, потому что, собственно говоря, будущие ваши цветочные почки закладываются еще осенью, ну то есть в сезон прошлого года. Соответственно, если осенью на краснику обрушиваются очень серьезные заморозки, то гибнут именно те цветочные почки, которые должны дать урожай. Это жаль. Поэтому, зная, что за ней такая водится история, если слышите, что собирается появиться серьезный заморозки, на кроте лучше нетканым материалом пойти полутросилы для того, чтобы застраховаться на случай вымерзания цветочных почек. В этом, конечно, особенность красники, особенно ее садовых сортов, которые же выведены искусственно, отличаются от своего дикого предка, тем, что имеет более крупные плоды, более выразительный кустик, но как все искусственно, они, соответственно, могут пострадать в морозостойкости, поэтому об этом, пожалуйста, не забывайте. В дикой природе, конечно, красника много где встречается, на японских островах Хакайда и Хансю, на Курильских островах ее достаточно много, в некоторых местах, в Хабаровском крае ее достаточно, на Сахалине, как я уже говорила, где она произрастает там, в основном на болотистых участках, на среди кедрового сланца, и, собственно говоря, на носоках может прицепиться, и вполне произрастает. Так что в данном случае, она не требовательна, и достаточно живуча. Вопрос только в том, что у нее особое предпочтение расти на кислых почвах. Это, пожалуй, единственное, самое важное требование, которое она не пропустит никогда. Да, прижиться может где угодно, но только на кислых почвах. Посадочный материал, учитывая, что это растение становится все более популярным, конечно, его можно встретить в питомниках. Но я вам порекомендую брать все-таки, если уже вы хотите обзавестись растением, выписывайте их всеми возможными видами пересылки, именно из, например, Сахалина или Камчатки, из питомников, которые выращивают там сорта наиболее зимостойкие. Это очень и очень важно. Потому что, так или иначе, если этот посадочный материал предрасположен к серьезным заморозкам, к морозным зимам, значит, он себя будет прекрасно чувствовать во всех регионах страны. Если же вы берете более южный материал, то есть там, где его выращивают в тепле, более нежных районах, то, соответственно, особо рассчитывать на то, что это будет морозостойкий сорт, тут опрометчиво. Если вы берете такой посадочный материал, вам придется его подготавливать к зимовке. То есть предварительно его накрывать толстым слоем лутросилы или, например, теми же самыми соломой прикрывать слоем не менее 10 сантиметров. Поэтому имейте это, пожалуйста, в виду. Поэтому в данном случае, если вы возьмете вот эти вот северные сорта, то и во Владимирской области, и в Подмосковье вы вполне можете выращивать его без всяких предварительных подготовок к зимовке. Так что это очень удобно. Итак, коль вы уже озаботились покупкой наших растений, и вам достаточно буквально приобрести один-два кустика, для того, чтобы получить потом достаточный посадочный материал. Помните, что красника, когда ей все понравилось, ей все устраивает, начинает осваивать вокруг себя достаточные пространства. Делает это она, конечно, медленно и поступательно, но ни в чем себе не отказывает. Поэтому, как тут вырисовывается один из способов ее размножения. То есть она размножается вегетативно. Вегетативно это при помощи побегов, которые неплохо укореняются самостоятельно, они идут практически по поверхности земли, к ней глубоко прижаты, а то и даже под землей. Поэтому в данном случае вам достаточно отрезать кусочек побега, который имеет собственный корешок. Подкопайте, посмотрите, если вы видите, что у побега в месте касания земли появились корешки, это говорит о том, что он готов к самостоятельной жизни. Вы отрубаете такой побег от основного материнского куста и усаживаете его там, где вы считаете нужным. Это один из материалов. И есть еще так называемое семенное размножение. Оно достаточно трудоемкое, но что оно вам дает? Допустим, вы имеете возможность не привезти растение, например, взять от него семена. Вам нравится внешний вид растения, и вам нравится вкус его, ягоды, к примеру. И вообще оно себя зарекомендовало, что оно зимостойкое, никогда ничем не поражается. Да мало ли причин, по которым вы берете семена. И вот вы привезли семена домой. Сейчас я вам расскажу, как правильно с ними повести работу, для того, чтобы получить из них посевной материал. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Если что-то забываете, вы всегда можете остановить видео или сделать себе заметку в свой блокнот для того, чтобы ничего не забыть. Я постараюсь вам очень пошагово рассказать, как поступают с семенами красники. И, в принципе, и брусники в том числе, и той же голубики, не имеет значения. Со всем семейством брусничных, для того, чтобы получить собственный посевной материал из семен. Итак, дорогие мои друзья, так просто ваши семена не прорастут, хотите вы и того или нет. И дело здесь абсолютно не в свежести, а в том, что им необходимо проделать дополнительные мероприятия. Итак, дорогие мои друзья, так просто ваши семена не прорастут, хотите вы и того или нет. И дело здесь абсолютно не в свежести. А в том, что им необходимо проделать дополнительные мероприятия. Итак, семенам, вашим привезенным, нужна стратификация. Стратифицируют их в течение 3-4 месяцев при температуре 0 градусов. Эта стратификация позволяет сеянцам пройти ту природную историю, которые происходят с ними в течение их жизни в природе. Там семена падают на землю, в течение зимы они лежат в холоде, недвижимые, проходят естественную стратификацию, весной они прорастают. Нечто подобное придется сделать и вам. Для того, чтобы посеять семена, вы должны приготовить какую-нибудь емкость, которую вам будет удобно хранить в холодильнике. Заполняйте ее волокнистым торфом, что называется. Увлажняйте этот торф из пульверизатора, чтобы он был влажный. И на поверхность его выкладывайте свои семена. Сейте. Дальше определяйте эту емкость в пакет и устанавливайте в холодильник на 3 или 4 месяца. Периодически туда заглядывайте. Субстрат никогда не должен быть сухим. Если он пересохнет, процесс прекратится, и семена, возможно, тоже прекратят свою жизнь раз и навсегда. Поэтому субстрат должен быть всегда влажным. И вот в таком состоянии ваши семена будут стоять на полочке, напоминаю, минимум 3 месяца. Помните, пожалуйста, что место, где стратифицируется ваши семена должно быть около ноля. Это очень важно. Никаким образом там не должен быть минус. Поэтому кладоэлементам сильно свою емкость не предвигайте, чтобы земля у вас там не переморозилась. В середине февраля можете вынимать свою емкость, переносить ее на подоконник. И где-то, может быть, по истечению 15, это если сильно повезет, а может быть даже в 20 и более дней, у вас появятся первые намеки на то, что семена стали прорастать. Первое, что вы должны сделать, когда вы видите, что ростки начали проклевываться, это тут же притянить их от солнечного света. То есть они должны видеть рассеянный свет, но никаким образом не яркий, потому что они реагируют на это однозначно и могут погибнуть. Поэтому притяние на подоконнике это одно из важных условий хорошего роста растений. Ну и по-прежнему при помощи пульверизатора увлажняйте поверхность вашего субстрата, чтобы он не пересох. Это тоже весьма и весьма важно. В таком состоянии вы поддерживаете свои растения вплоть до середины июля. Вот когда уже наступит средина июля, вы можете переносить свои растения в сад. Они практически будут иметь уже более-менее похоли на что-то вид. Сейчас я вам расскажу, как с ними поступать в саду. Прежде чем вы вынесете свои сеянцы в сад, вам потребуются ящики, глубина которых около 20 сантиметров. Дна у этих ящиков быть не должно. Свою эту конструкцию, то есть ящики без дна, прикапывайте в тенистом месте вашего сада. Никоим образом прямые солнечные лучи на ваши будущие растения попадать не должны. Средь должен быть рассеянный, притяненный. Это одно из важнейших условий роста этого растения. Так что имейте в виду. Вы свои ящики прикапываете, заполняйте их специальной смесью. Специальную смесь делаете самостоятельно. Вам потребуется для этого торт по-прежнему и песок. Пропорция следующая. На одну порцию песка вы берете 3 такие же порции торфа и таким образом перемешиваете и заполняете свои ящики. С этого момента все для приема ваших юных саженцев все готово. В эти ящики, ну, собственно говоря, важна тут только глубина. 15-20 сантиметров. Это минимум. А какая будет длина вашего ящика и ширина, не имеет значения. Помните, что в зависимости от того, сколько у вас там прокленало семечек, вы можете легко рассчитать, какая площадь ящика вам вообще нужна и сколько их у вас будет. Расстояние между молодыми растениями должно быть не менее 5 сантиметров. Поэтому вот так и представьте себе, в какой последовательности вы каким квадратным гнездовым методом будете их сажать, но в результате растения должны быть друг от друга 5-6 сантиметров. И вот вы в эти ящики высаживаете свои сеянцы. Далее следующее. Вам потребуется для них ежедневный полив. Не ведром, конечно. По чуть-чуть помятуя о том, что корневая система весьма мизерная. А сверху еще придется на опорах организовать лутросилу. В зависимости от его светопропускной возможности. Если он совсем прозрачный, то вам придется в два слоя натянуть. Если не очень прозрачный, то в один. И вот в таком притенении и при повышенной влажности ваша красника начнет серьезно набирать свои возможности и будет превращаться в молодые растения, которые потом перекочуют. Это уже будут не малышня из семян, это уже будут молодые саженцы для вашей будущей плантации. Прежде чем вы пересадите молодые растения на новое место, вам необходимо, чтобы они перезимовали. Перед зимой вы их не трогаете. И учитывая, что они достаточно молоденькие и очень нежные, вам придется серьезно их подготовить к зиме. То есть, выкрывайте их нетканым материалом, дополнительно еще организовывайте им утепление. Это может быть тот же нетканный материал в несколько слоев, не имеет значения. Главное потом его не забудьте с боков хорошо придавить, чтобы его не сбросило от ветров. Сверху насыпется снег, под таким укрытием они, я думаю, нормально перезимуют. По весне вы уже имеете посадочный материал, который переносится на вашу будущую грядку. Как ее сделать, я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы правильно подготовить место обитания вашей будущей плантации красники, во всем ей угодить и сделать все как нужно, вам необходимо подготовиться следующим образом. Прежде всего, как копается траншея. Глубина этой траншеи должна быть 20-25 сантиметров, а ширина около 70. Это минимум. Для чего такие особенности? Чтобы потом ваше растение не только укоренилось, но у него будут ползучие побеги. Соответственно, дорогие мои друзья, им куда-то надо распространяться. Поэтому для этого распространения ей дается пространство примерно 70 сантиметров. Можете сделать и больше, 80 сантиметров. Теперь одна особенность. Естественно, что там должна быть совершенно рыхлая земля. Если у вас, напоминаю, нейтральные почвы или, собственно говоря, даже щелочные, это все не подходит. Прежде чем выкапывать тогда траншею, вам придется подменять, снимать плодородный слой полностью, заполнять пространство торфом и уже в торфе выкапывать траншейку глубиной 20-25 сантиметров. Надеюсь, вы это прекрасно поняли. По-другому делу у вас не пойдет. Учитывая, что это растение имеет ползучие свойства и мы его выращиваем даже как почвопокровное растение, мы должны предполагать, что его чем-то надо ограничивать, иначе оно захватит столько пространства, сколько пожелает. В данном случае одним из вариантов является, особенно на торфяниках, где им очень нравится кислотность почвы или почва с кислой реакцией, там, конечно, красника разрастется до больших размеров. Поэтому однозначно надо ограничить. В землю вкапывается ограничивающий материал. Это может быть пластик, это может быть шифер, это может быть дерево, обработанное специальными составами для того, чтобы оно не гнило. Но ползучие корни растения должны упереться в преграду. Тогда есть вероятность, что вы его не встретите на всей территории вашего огорода. То есть вот таким образом подготавливается почва для того, чтобы пересаживать ваши молодые растения. Для того, чтобы правильно подготовить место обитания вашей будущей плантации красники, во всем ей угодить и сделать все как нужно, вам необходимо подготовиться следующим образом. Прежде всего, как копается траншея. Глубина этой траншеи должна быть 20-25 сантиметров, а ширина около 70. Это минимум. Для чего такие особенности? Чтобы потом ваше растение не только укоренилось, но у него будут ползучие побеги. Соответственно, дорогие мои друзья, им куда-то надо распространяться. Поэтому для этого распространения ей дается пространство примерно 70 сантиметров. Можете сделать и больше, 80 сантиметров. Теперь одна особенность. Естественно, что там должна быть совершенно рыхлая земля. Если у вас, напоминаю, нейтральные почвы или, собственно говоря, даже щелочные, это все не подходит. Прежде чем выкапывать тогда траншею, вам придется подменять, снимать плодородный слой полностью, заполнять пространство торфом и уже в торфе выкапывать траншейку глубиной 20-25 сантиметров. Надеюсь, вы это прекрасно поняли. По-другому дело у вас не пойдет. Учитывая, что это растение имеет ползучие свойства и мы его выращиваем даже как почвопокровное растение, мы должны предполагать, что его чем-то надо ограничивать, иначе оно захватит столько пространства, сколько пожелает. В данном случае одним из вариантов является, особенно на торфяниках, где им очень нравится кислотность почвы или почва с кислой реакцией, там, конечно, красника разрастется до больших размеров. Поэтому однозначно надо ограничить. В землю вкапывается ограничивающий материал. Это может быть пластик, это может быть шифер, это может быть дерево обработанное специальными составами для того, чтобы оно не гнило, но ползучие корни растения должны упереться в преграду, тогда есть вероятность, что вы его не встретите на всей территории вашего огорода. То есть вот таким образом подготавливается почва для того, чтобы пересаживать ваши молодые растения. Если вы выращиваете свои брусничные, включая краснику, на заболоченных участках или на торфяниках, вам ничего подготавливать не нужно. Удаляете сорняки, выкапываете траншейку, но и ставите ограничения, которые не позволят вашему растению распространиться дальше, чем вы ему предоставили возможность. вот таким образом в любом случае, даже если это торфяник, вы перекапываете хотя бы на штык лопаты, делаете землю более пушистой и рыхлой. Вот с этого момента ничего вам, собственно, не мешает произвести дальнейшие действия. Для того, чтобы ваше растение имело возможность хорошо произрастать, ему нужны питательные вещества. Вот о них мы сейчас поговорим. Есть еще один маленький совет. Иногда бывает такая особенность, что торфа нету в вашем районе или у вас его мало. Для того, чтобы решить проблему ваших брусничных и в том числе и красники, торф можно смешивать с опилками. Конечно, уже хорошо полежавшими, для того, чтобы они не были горючими. Тем самым кислотность будет поддержана, торфа потребуется меньше, а растению это будет вполне удобно. Поэтому, дорогие мои друзья, опилки, особенно сосновых пород, здесь вам будут, собственно говоря, в пору. Дополнительно, на квадратный метр вашей траншей вам потребуется 40 грамм двойного суперфосфата и 20 грамм сернокислого калия. Вот, когда вы это все дело добавите дополнительно, перемешайте удобрения с грунтом, все готово для того, чтобы сажать ваши растения. Схемы посадки могут быть различными для красники, но обычно используются уплотненно. Это когда между растениями, которые вы высаживаете, оставляется пространство не более 15 сантиметров. Через два года у вас будет там сплошной коврик, плотно сросшийся побегов, поэтому это будет смотреться очень зрелищно, своего рода, как газончик. Есть разреженная схема, когда между растениями оставляется 25-30 сантиметров, но тогда, как вы понимаете, пробелы будут достаточно серьезные, но все еще зависит от количества посадочного материала, который у вас есть в наличии. Если у вас его получилось совсем немножко, то не расстраивайтесь, за счет своих ползучих побегов рано или поздно вы получите серьезный кусочек этого растения, и напоминаю, если его не сдерживает, так оно вообще себя ни в чем не откажет. В данном случае это тоже весьма и весьма важно, особенно если реакция кучвы у вас на участке относится к кислым. У вас наверняка на кустике, помимо центральной точки корневой, будут еще так называемые боковые побеги с дополнительными корешками. Как только вы закопали основной куст, я вам посоветую вот эти вот побеги с корешками расположить по поверхности земли и может быть даже немножечко пришпилить для того, чтобы они имели полный контакт с поверхностью земли. Как только вы это произведете, корешки начнут укореняться и растение двинется в стороны для создания того эффекта, к которому вы стремились. Поэтому в данном случае эти побеги, которые имеют корешки, болтаться в воздухе не должны. Но и закопанными они быть тоже не должны. То есть вы их прижимаете максимально к поверхности земли. После посадки обязательно полейте свою культуру, дайте ей неплохой старт жизни для того, чтобы она могла окончательно просесть, во-первых, не было воздушных пузырей, ну и начать свое движение. И те побеги, которые вы пришпилите к поверхности земли, подлежат поливу в том числе. Уход за красникой пока она не сомкнула свои ряды такой же точно, как и за другими растениями. Удаление сорняков, осторожное взрыхление, весной прикорм комплексными удобрениями в жидком виде. Единственное, только я вам посоветую для ягодников подобного рода, как клюква, красника, брусника и голубика уменьшать концентрацию предложенной для других растений, для весенней подкормки в два раза. И откармливают в жидком виде. Потому что перебора в удобрениях они не любят, но и без таковых тоже жить не могут. Поэтому просто разбавляйте в два раза. Если там сказано 20 грамм удобрений, то вы берете 10. Вот вам было примерно понятно, о чем идет речь. Естественно, что подкормка комплексными удобрениями приорачивается к весне, когда дается старт после зимовки для того, чтобы получить урожай. Как только вы подкормили свое растение, ему рекомендовано мульчирование. Для мульчирования используются опять же опилки с торфом один к одному. Сколько опилок, столько торфа. И вы отсыпаете вокруг пространства достаточно одного ведра на квадратный метр ваших насаждений. Вот. Естественно, вы премульчировали в основном надо усердствовать там, где ваше растение еще не захватило пространство. Если ваша мульча насыпалась на растение, аккуратно потом и стряхнете для того, чтобы она была только прикрыта чуть-чуть вот этим мульчирующим материалом. Тем самым вы создаете тот эффект, который возникает в местах произрастания, например, в кедровых сладниках. Там игла, там пожухшая трава, там они находятся в полуприкрытом состоянии. И вот что-то подобное вы будете использовать для своего растения. Для него это совершенно естественно, лишь слегка выглядывать из соответствующей подстилки. Так что это очень важные мероприятия. И они еще плюс сохраняют влагу тогда, когда ее явная нехватка в летнее время. В конце сентября или когда у вас уже есть вероятность осенних заморозков, свой ягодник надо накрывать двойным слоем нетканного материала, того же самого лутрасила. В таком виде ваши ягодники отправятся на зимовку. Весной снимать эту подстилку не торопитесь. Придя в сад можете приподнять ее, стряхнуть с нее остатки снега и листьев, но снимите ее только в начале июня, если у вас еще бывают возвратные серьезные заморозки. Само растение не боится заморозков, но мы же все-таки боремся за ягоды. Вот как раз цветочные почки очень чувствительные. И все эти ваши мероприятия нацелены на то, чтобы их сохранить. Если вы не нуждаетесь в этих ягодах, то тут можно сильно, как говорится, и не усердствовать. Можете снимать тогда свои укрытия ранней весной совершенно спокойно заморозок растений и не погибнуть. А уж не будет ягод, но это уж, как говорится, тогда и не будет. На последних, дорогие мои друзья, об урожайности, если вы все-таки выращиваете для ягод. С точки зрения, если разобраться в диких условиях, то красник уступает бруснике по количеству плодов, которые дают. В дикой природе можно собрать 100 грамм ягод с квадратного метра площади, на которых они расположены. В домашних условиях, о которых мы говорили, при хорошем уходе и питании красника дает 500 грамм с квадратного метра. Это уже супер урожай для этой маленькой и невесомой на вес ягодки. Так что, в принципе, дорогие мои друзья, все, что я хотела сказать, я сказала. Картинки обязательно будут приложены. В зимние времена, когда вам нечем будет заниматься, когда вы будете мечтать о своем саде, когда будете подбирать сортовые разновидности тех или иных растений или вообще озабочиваться растениями, подумайте о краснике. Может быть, мое напутствие вам в дорожку весьма вам будет полезно. Тем более, что сейчас в супермаркетах предлагается огромнейшее количество всяких экзотических растений, которые вовсе экзотическими не являются, поскольку просто надо понимать, чего они от вас ждут и как их выращивать. Надеюсь, я вам помогла. С вами была Елена.